Российская неделя высоких технологий. Масштабное мероприятие в сфере информационных технологий, телекоммуникаций, навигации и одна из главных площадок для профессионального диалога компании IT-отрасли. Традиционно центральным событием стала выставка «Связь-2019». В ней приняли участие 358 компаний из 15 стран мира. Среди них 159 участников из России. 31-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий проходит в Москве. Очень приятно было среди грантов «Связной отрасли» увидеть стенд «Газпром Космические системы», чей телекоммуникационный центр располагается в городе Щелково. «Газпром Космические системы» – один из двух российских национальных спутниковых операторов, признанный мировым спутниковым телекоммуникационным сообществом и не раз доказавший свою надежность на рынке. Компания уже традиционно принимает участие в этой выставке. В этой выставке мы участвуем уже, сколько себя помним, порядка 25 лет. Она для нас очень важна. Она за свою историю претерпела много изменений, эволюционировала. Сейчас она позиционирует себя как выставка с большим участием госструктур. Мы коммерческая фирма, но при этом являемся участниками многих федеральных целевых программ, в том числе федеральных целевых программ по развитию телерадиовещания в России. Время не стоит на месте, и на смену устаревшему оборудованию приходит новая, отвечающая современным стандартам. Так, в конце мая этого года запустят спутник Ямал-601. Он заменит собой Ямал-202 и охватит видимую часть территории нашей страны, а также Европы, Ближнего Востока и часть Юго-Восточной Азии. Новые возможности, которые откроются с запуском этого спутника, будут способствовать созданию населения равных условий доступа к информационным ресурсам. А построенные на внебюджетные средства космические и наземные активы станут частью информационной инфраструктуры цифровой экономики России. Этот спутник должен заменить нашего сторожила Ямал-202, который был запущен еще в 2003 году. И он подхватит всю клиентскую базу старого нашего спутника. И новый КАА-диапазон, который будет на нем установлен, он предназначен для развития нашего бизнеса, для развития, как я уже сказал, массовых услуг широкополосного доступа в интернет. Новым этапом развития компании станет строительство сборочного производства космических аппаратов. Для реализации этого проекта также был выбран городской округ Щелково. Кроме того, на выставке в экспоцентре свою продукцию представила еще одна компания из Щелково, ведущий российский производитель оптического кабеля европейского уровня качества Еврокабель-1. В компании Еврокабель мы с 2002 года образовались и входим из 30 компаний в России в тройку. Ездим сюда почти каждый год, выставки его. Но это выставка еще в пол, потому что здесь же еще и вайры проводятся. Поэтому периодически раз в два года ездим в Гессельдорф, а сейчас последний раз ездит в Китай. Екатерина Сусенко, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».